Мотоцикл не средство передвижения, а хобби. Пётр – байкер с 16-летним стажем. Перед каждой поездкой надевают защитный шлем. Четыре года назад мужчина упал с мотоцикла на скорости в 100 км в час. После этого старается ездить по правилам. Не всегда можно оценить ситуацию. Лучше ехать чуть тише, то есть потерь будет меньше, скорее так будет. Дело в том, что ещё небольшой опыт есть. Я езжу далеко обычно. Летом я уезжаю, три раза уже ездил в Москву. В прошлом году я василил в Белоруссии, Украину, Крым, Кавказ. Поэтому, наверное, с этими тысячами километров приходит некоторый опыт, который, наверное, заставляет лишний раз сбросить газ, чтобы не нарушать и остаться целым, невредимым и кого-нибудь не зацепить. Хотя иногда, признаётся Пётр, с ветерком всё же хочется проехать, превышая допустимую скорость и, соответственно, нарушая правила дорожного движения. Эта проблема в нашем городе сейчас стоит особенно остро. Именно из-за превышения скорости в этом году с участием мотоциклистов уже произошло 13 ДТП. И ещё в пяти случаях участниками аварий стали подростки на скутерах. В происшествиях уже пострадали 18 человек. Такие показатели вызывают опасения и у самих байкеров, и у сотрудников ГИБДД. Ведь за этот же период прошлого года произошло всего три аварии. Стоит отметить, в 50% ДТП виноваты байкеры. Чтобы снизить количество ДТП с участием байкеров, ГИБДД Иркутска сейчас проводит операцию «Мотоциклист». Только за три дня работы автоинспекторы выявили 26 нарушений правил дорожного движения. В основном это езда без специальной защитной экипировки, без документов и без госномеров. Обсудить ситуацию за круглым столом собрались руководства ГИБДД города, представители Союза автомобилистов Сибири и байкеры. Буквально вчера наблюдал такую картину на Лесихе, когда порядка семи мотоциклов перед светофором обошли всех, все машины, выстроились в первый ряд и стартанули соответствующим образом на задних колесах. Конечно, в черте города, я считаю, такая езда непозволительна. Должна присутствовать какая-то культура, уважение к другим участникам дорожного движения. При этом в случае нарушения, говорят автоинспекторы, мотоциклисты редко останавливаются по требованию экипажа ДПС. А преследовать байкера, либо применять какие-либо спецсредства нельзя. Водитель может упасть с мотоцикла и разбиться. Они понимают, что сотрудники ГИБДД не догонят его никогда в жизни, тем более, если у него нет номера, мы его там никак не догоним и не привлечем к ответственности. Поэтому вот даже на дороге, вот позавчера работали, к цепи устраиваемся. На свой страх и риск. Вот как Никулин Витцин и Маргунов. Вот так вот. И все, пусть это смешно. Только по официальным данным в этом году в Иркутске в байкерские клубы города вступило еще 70 человек. Всего в Иркутске сейчас более 300 мотоциклистов. Организатор Иркутского мотопортала «Феликс Миль» признается, среди любителей железных коней множество таких, кто нарушает правила. Ездят без регистрации, водительских удостоверений или хачат на дороге. В основном это молодежь. Байкеры объясняют, в Иркутске нет специальных площадок для гонок. Поэтому они выплескивают адреналин на городских улицах. Гораздо проще и эффективнее, организовав такое комплексное взаимодействие, включая с той же трассой, скажем. Вот в Англии точно есть, в Западной Европе есть какие-то автодромы, картодромы, куда люди заезжают. В безопасной, максимально безопасной обстановке для себя и окружающих. Выжимают с мото и автотехники все, что им угодно. И потом возвращаются в нормальную обычную жизнь, ездят спокойно, соблюдая правила. Тоже как бы... Ну не все, может быть, но все равно значительная часть проблем отпадет. Возможности предложить какую-либо трассу для гонок сейчас ГИБДД не в силах. В Иркутске нет подходящей площадки. Поэтому автоинспекторы и байкеры пока пришли к одному решению проблемы. Организовать на дорогах Иркутска совместные профилактические рейды. Но не с целью наказать, а скорее разъяснительного характера, чтобы напомнить начинающим байкерам, почему важно соблюдать правила дорожного движения. Мария Мастальска, Александр Мокин. Новости сейчас. Субтитры подогнал «Симон»